Сдержать растущие цены на продукты непросто, особенно в начале года. С 2020 года крупные ритейлеры, включая «Магнит», «Пятерочку» и «Карусель», уже вводили нулевые наценки на отдельные категории социально значимых товаров. В январе магазины согласились ограничиться наценкой в 10-15%, однако Минсельхоз России считает, что 5% уже потолок. По социально значимым товарам у населения нет практически выбора, то есть это товары реально первой необходимости, которые они все равно будут покупать, даже если цены вырастут, и поэтому это очень сильно бьет по кошельку. Если все-таки действительно имеет место убыточность среди ритейлеров, то, конечно, дальше снижать уже нельзя. Там действительно ни одна фирма не может на длительном периоде времени работать себе в убыток. Но, повторюсь, здесь возможны определенные экономические уловки с точки зрения страны самих ритейлеров. Новая политика регулирования цен затронет молоко, хлеб, сахар, крупы и овощи борщевого набора. Есть небольшое количество очень крупных продавцов, если так называемый рынок олигополий, и каждый из этих продавцов может достаточно сильно влиять на цены на рынке. Таким образом, цены, если рынок не регулировать, цены будут очень сильно отклоняться от оптимальных, от равновесных цен. И в такой ситуации как раз государство вынуждено прибегать к мерам госрегулирования, то есть ограничивать, допустим, рост цен на те или иные категории товаров на подобных рынках. Пытаясь компенсировать упущенную прибыль, ритейлеры могут поднять цены на другие категории товаров, считает экономист Казанского федерального университета. Поэтому россиянам стоит морально подготовиться к новым ценникам в магазинах. Ариадна Кугушева, Универньюз.